Мир заполнен аксессуарами. Это ведет к тому, что мы надеваем их слишком много. Как это понимать? Что означает слишком много и как найти баланс, если мы хотим носить аксессуары? В сегодняшнем видео, господа, я собрал 20 аксессуаров и расскажу вам, как носить их сбалансировано. Правило номер один. Заметен ли аксессуар? Если нет, то не стоит переживать о его гармоничности в образе. Если на вас жерелье или подтяжки, и вы не собираетесь снимать пиджак, или вы носите ремень с костюмом, то в принципе это не бросается взгляду, так что не стоит заморачиваться над взаимосвязью между ними. Правило номер два. Вам вообще нужен этот аксессуар? Если на улице минус 20, то не стоит ломать голову, чтобы подобрать перчатки и шапку. Главное, это не замерзнуть. Правило номер три. Какие нормы этикета в вашем окружении? Так, правила для аксессуаров в Айове отличаются от правила, которые будут в Париже. Так что обращайте на это внимание. Правило номер четыре. Всему должна быть история. Вы спросите. Антонио, что это за бутоньерка? Если есть история, и вы знаете, что за ней стоит, то можете надевать любую вещь в любое время, потому что на это есть своя причина. Правило номер пять. Убедитесь в том, что аксессуары подходят друг к другу. Думаю, вы уже слышали эти правила раньше. Например, подбирайте металл к металлу. У меня металлические часы, которые сочетаются с серебряным кольцом и браслетом, в котором есть немного серебра и меди. И это будет хорошо работать. Поэтому важно обращать внимание на баланс. У меня кольцо, браслет и с другой стороны часы. То есть не стоит перегружать только одну сторону. Другое правило, которое вам знакомо, это подбирать кожаные изделия по цвету. Соблюдать формальный стиль и неформальный стиль. Подбирать повседневные вещи к повседневным. Часы это, конечно, отличная отправная точка. Если взглянуть сюда, то что первое приходит на ум? Это не обычные часы. Ремешок из светлой кожи. Так что, если я захочу их совмещать с сумкой или кошельком, то мне придется подыскать вещи более светлого цвета. У меня есть другие часы, которые я хочу вам показать и научить, как грамотно подбирать их для вашего образа. Итак, первая пара. Это настоящий десерт из серии Voyager. Но эти часы, в частности, если вы хотите сочетать их с другими аксессуарами в вашем гардеробе. Давайте взглянем на черный цвет. Какие правила существуют по сочетанию черного? Ну, если вы носите серебро или золото, черный отлично сочетается с любым металлом. Давайте взглянем на ремешок этих часов. Это матерчатый ремешок. Очень кажуал. Это точно не часы для костюма. Они создают неформальный образ. Следующая модель – Avalon из серии «Револьвер». Две вещи сразу бросаются в глаза. Первая – это черный цвет. Я могу их совмещать с золотом, серебром, но простота дизайна и в целом их строение просто ошеломляет изящностью. Это точно часы для праздничного выхода. Черный цвет – это не классика в сравнении с серебром, как у меня. Цвет и в целом облицовка этих часов для меня слишком нарядная. Но я могу их легко надеть, как под спортивный пиджак или джинсу. Итак, мы разобрали базу и теперь понимаем, как подобрать часы к другим аксессуарам в вашем гардеробе. Давайте теперь обсудим оставшиеся 19 аксессуаров. Первые 8 предметов – украшения. Следующие 7 – функциональные аксессуары. И оставшиеся – аксессуары одежда. 8 аксессуаров украшения – это часы, браслеты, кольца, запонки, ручки, бутоньерки, ожерелья и зажим для галстука. Давайте поговорим про браслеты. Главное в браслетах – это сохранять баланс. Так что, если вы носите браслеты, то надевайте его на противоположную руку, на которой у вас часы. Да, можете носить их на обеих руках, но, повторюсь, главное – это баланс. Следующее – это запонки. В целом, они будут более формальным украшением. Так что вы можете надеть их с костюмом и галстуком. Их надеваются специальной рубашкой, в которой есть подходящие манжеты. Вам не обязательно подбирать камни, но точно следует обратить внимание на металлы. Это может быть микс из золота и серебра. Это может быть что-то черное. Выбор в пользу бесцветных может хорошо выглядеть с любым металлом. С кольцами тоже важен баланс. Это обручальное кольцо. Я обвенчался в украинской православной церкви, поэтому я ношу его на правой руке. Большинство американцев будут носить кольцо на левой руке. Насчет обручальных колец вам не стоит подбирать металлы вовсе. Это правило не распространяется, так как у него есть своя история. Это очень схоже с бутоньеркой. У нее есть своя история и значение. Она связана с памятным днем. Так что бутоньерка и кольцо – исключение из правил. Говоря об исключениях из правил, так как никто не увидит этой ручки, когда я ее уберу, то ее не надо координировать с другими предметами. Понимаете, как это работает? Зажимы для галстука я всегда стараюсь совмещать с другими металлами. И последний предмет – это ожерелье. Почти всегда ожерелье находится под одеждой, и его не видно. Так что вы спокойно можете пренебрегать правилами. Но если его заметно окружающим, или вы надеваете его для особого случая, то просто убедитесь, что обстановка, в которой вы находитесь, подходящая. Если ожерелье привлекает к себе слишком много внимания, то, возможно, стоит задуматься. Давайте перейдем к функциональным предметам. В эту категорию входят очки, сумки, ремни, подтяжки, чехлы для телефонов, кошельки, карманные ножи и зажигалки. Ну что, поехали? Давайте начнем с обсуждения очков. И тут я имею в виду как очки для зрения, так и солнечные очки. Возможно, многие из вас, друзья, носят очки, которые не привлекают к себе много внимания. Это вполне уместно, если вам нужны очки просто для чтения. Но почему бы не придать немного обрамления вашему лицу? Например, как черепашья оправа. Она помогает нам выглядеть умнее. Почему? Она привлекает больше внимания к глазам. Она их увеличивает. Если вы креативная личность, то почему бы не попробовать? Вы знаете Сатагодина? Если вы его не видели, то он использует яркую оправу. Почему бы и нет, если вы работаете в креативной индустрии? Если речь идет о солнечных очках, то вы, возможно, захотите попробовать авиаторы. Думаю, что на 95% из вас они будут выглядеть круто. Пожалуй, это хороший старт. Но если вы хотите позабавиться и выделиться из толпы, то пара вайфареры. Используйте очки как аксессуар. Черные бесцветные очки подойдут под что угодно. Следующее. Совмещаем ваши сумки. Итак, замечаете разницу? Эта сумка говорит о профессионализме. Эта сумка говорит о студенчестве. Так что да, есть определенный посыл. Мне нравится совмещать кожу с кожей. Ну или с небольшой разницей. Нужно стараться сохранять баланс между формальным дизайном или, наоборот, кожуал стилем. Дальше. Ремни и подтяжки. Первое правило. Не надевайте подтяжки и ремень одновременно. Они для этого просто не созданы. И те, и те держат штаны. Нужно выбрать что-то одно. Если говорить о подтяжках, то они относятся к более формальному стилю. В целом придерживаемся главного правила и сочетаем кожу с кожей и металлы с металлами. В отличие от подтяжек, у ремней намного больше выбора для кэжуал образов. Но вот этот ремень, он сделан под костюм. Я всегда соблюдаю соотношение кожи и металлов, когда дело касается костюмов. У вас, конечно же, появляется свобода действий в случае подбора кожи и металлов на более неформальных ремнях. Подбираем кошелек. Он не часто попадается на глаза окружающим, поэтому не думаю, что стоит совмещать цвета или кожу. Главное, чтобы подходил для ваших нужд. Выбираем себе чехол для телефона. Считаю ли я, что необходимо подбирать чехол под другие предметы, которые у нас тут есть? Не совсем. Исключением может быть формальный стиль. Сами подумайте, вы на деловой встрече достаете телефон, а он ярко-розовый. Ну вы поняли. Зажигалки, карманные ножи. Я знаю, что у многих из вас они есть. Их не стоит совмещать, потому что они спрятаны. Давайте рассмотрим галстуки, шарфы, карманные платки, шляпы и перчатки. Так как мы обсуждаем аксессуары и одежду, то тут цвет играет большую роль. Если мы подбираем галстук под наш наряд, то первым делом мы обращаем внимание, достаточно ли он формальный, чтобы сочетаться с нашим внешним видом. Шелк в целом считается более формальным материалом. Небольшие паттерны тоже относятся к довольно строгому формату. Конечно, не настолько, как этот монохромный галстук, который на мне сейчас. Старайтесь сохранять формальное с формальным, неформальное с неформальным. Следующий момент, на который мы обращаем внимание, это пропорции и размер. Нам не подходят слишком широкие или тонкие. Мы подбираем ширину в соответствии с лацканами пиджака. Она должна быть примерно одинаковой. Это также говорит о вас, как о мужчине. Вы не хотите выглядеть нелепо. Будучи широким парнем, который надевает узкий галстук и носит узкие лацканы, это просто не будет выглядеть. Так что обращайте внимание на пропорции. Рекомендую обзавестись цветовым колесом. Поймите, что аналогичные цвета будут соседние цвета. У меня тут есть синий и зеленый. Они не совсем схожие, но они противоположны друг другу. Противоположные цвета – это те, которые находятся друг напротив друга в цветовом колесе. Когда вы смотрите на такие сочетания, то они бросаются в глаза, но при этом они хорошо работают вместе. Галстук может быть хорошим способом для придания акцента и использования противоположных цветов, так как он не будет вызывать диссонанса, если бы вы надели что-то большое. Он больше, как специя, вы просто добавляете небольшой акцент. Далее шарфы и совмещение их с внешним видом. Есть правило. Если вы носите галстук, то вы не можете сверху надеть еще и шарф. Особенно, если вы надеваете куртку. Но если вы не надеваете куртку, вы просто хотите сделать акцент, надев шарф. Может быть, шелковый шарф. Это будет выступать, так как на шее уже есть предмет, который дополняет картину вашего образа. Если говорить о формальности у шарфов, этот шарф из шалка. Он читается нарядным предметом. Почему? Потому что его функциональность на втором месте, в отличие от стиля и цвета, который он в себе несет. Этот шарф отвечает более функциональному аспекту. И существует большая вариация функциональных и цветных шарфов. Когда вы подбираете шарф, то учитывайте функциональность. Это первое, на что стоит обратить внимание. Далее, карманные платки. Все очень просто, друзья. Если вы носите пиджак, и у него есть внешний карман, просто вставьте в него платок. Это сразу улучшит внешний вид. Если вы не знаете, с чего начать, то просто возьмите белый хлопковый платок, сложите его аккуратно по-президентски и положите в карман. Это будет уже потрясно выглядеть. Если хотите повеселиться, то возьмите цветной платок. Если говорить о цветных карманных платках, я думаю, что паттерны, которые можно выбрать, могут быть очень нестандартными. Они должны подчеркивать, а не совпадать. Особенно с галстуками. Если вы видели эти наборы, которые состоят из одинаковых платков и галстуков, то можете их купить. Но только не носите их вместе. Они просто должны подчеркивать и смотреться вместе. Следующим у нас идут шляпы. И шляпы в первую очередь. Это функциональность. Я могу вывернуть эту шапку, и тут у меня защита для ушей. Она стильная и будет еще удерживать голову в тепле в холодную погоду. Если я на улице и идет небольшой дождь, то вот такая шляпа поможет мне не намочить голову. На пляже вот такая шляпа очень функциональна и будет прекрасно справляться со своей работой. На футбольный матч я могу надеть вот эту кепку. Предполагаю, вы знакомы с техасской командой. Главное понимать, что шляпы – это в первую очередь функциональность. И я считаю, это шикарный аксессуар. Давайте поговорим о перчатках. Первостепенно, перчатки – это функциональность. Если на улице холодно, купите зимние перчатки. Если вы идете в зал, то вам потребуются перчатки для жима. Если обратить внимание на сочетание кожи, то не думаю, что это так важно. Мне нравятся более темные цвета. Например, эти темно-синие. Я могу носить их с черными или коричневыми тонами. Но если вы выберете ярко-красные или желтые, и у вас подходящий образ, то, конечно, вы можете получить свою долю кайфа и веселья от аксессуаров. Ну что ж, господа, теперь ваша очередь. Как вы считаете, сколько аксессуаров вы сможете надеть сразу в одном образе? Напишите в комментариях, если у вас получится угадать, какой предмет я не стал брать с собой.